Всем привет! Опять где-то я прочитал в ютюбе, в каких-то комментариях, что я пою сплошные дифирамбы всем подряд, что мне абсолютно всё нравится, прямо всё-всё-всё. В сотый раз повторяю, что нет, мне очень много музыки не нравится, и её гораздо больше, чем той, которая нравится. Несмотря на количество роликов, которые увеличиваются с каждой неделей, если не с каждыми двумя днями. Дело в том, что я рассказываю и показываю пластинки, которые мне нравятся, которые есть у меня дома. То есть то, что мне нравится, я покупаю, ставлю на полку, слушаю и делюсь с вами своими восторгами. А те пластинки, которые мне не нравятся, я не слушаю и не показываю их. Хотя, если у кого-то есть желание и кто-нибудь обратится ко мне с просьбой рассказать о пластинках, которые мне не нравятся, я могу это сделать, но боюсь, что меня распнут просто тут же. Потому что я начну рассказывать про пластинки Pink Floyd, там типа More и некоторые другие, типа Wish you were here. И что меня ждёт после высказывания моего мнения об этих грандиозных, потрясающих записях, я просто боюсь даже себе представить. А уж если речь дойдёт до пластинки Atom Hartmann, то всё, я буду вычеркнут из списка, наверное, вменяемых людей на этом свете. Хотя многие и так считают, что я невменяемый, так что это абсолютно неважно. Ну вот ещё одна пластинка, дифирамба, которую я буду петь сегодня. И это... Вообще я отстаю от времени, я живу в прошлом, потому что для меня новые пластинки, это пластинки, которые вышли в 2022 году, а не в 2023. Дело в том, что ко мне всё приходит с опозданием значительным. Я не люблю слушать музыку в интернете и на компакт-дисках, а дожидаюсь всегда виниловых релизов. Вот виниловый релиз. Брайан Ино, 2022 год. Пластинка называется Forever and Ever No More. Forever and Ever No More. Брайан Ино, 2022. Что можно ожидать от Брайана Ино? Можно ожидать чего угодно. Такой простой ответ. Это один из самых моих любимых продюсеров, самых моих любимых музыкантов, а их много, этих моих самых любимых музыкантов, так же, как и моих любимых пластинок. К вопросу, если там на необитаемый остров, сколько возьмёте пластинок, да, ну, сто для меня будет мало, потому что их гораздо больше. Брайан Ино давно не пел, лет 10 или 15, по-моему. Здесь он снова запел, да так, что мои редкие волосы встали дыбом. Я всегда знал и понимал, что Брайан Ино отлично поёт. У него очень хорошие вокальные номера есть. Но здесь он превзошёл самого себя на этом альбоме. И я услышал такой вокал от Брайана Ино, которого, ну, вот, честно говоря, не ожидал. Хотя перед этим незадолго я сказал, что можно ожидать от Брайана всего чего угодно. Брайан относится к себе как к музыканту примерно так же, как к себе, как к художнику, к себе как к писателю, к себе как к исследователю человечества, в частности, искусства человеческого, жизни человеческой, политики и всего-всего-всего-всего, всего, что происходит в мире. Он очень разносторонний человек, этим и интересен. Потому что, когда человек упирается во что-то одно, это что-то одно может получаться очень здорово, но общаться с этим человеком в какой-то момент становится довольно скучно. Потому что, ну, понятно, да, музыкант, 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 я музыкант, 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 и я б-б-б-б-б-б-б-б-б. Прекрасно, давай, музыкант, мне свою пластинку, я её послушаю, и мне достаточно. Так вот, эта пластинка, она, не скажу, что она протестная, не скажу, что она радикальная, она печальная, да, она печальная, печаль эта светлая, не занудная, не депрессивная и не сладкая, такая, не такая сю-сю-сю, как печаль у разных отечественных так называемых бардов, особенно там 60-х, 70-х годов, ну, некоторые переползли уже и в 21 век, но вот эти вот, вот это вот, милое мое солнышко лесное, вот ля-ля-ля, вот это вот светлая, светлая интеллигентная печаль, отвратительная мне до кончиков моих ногтей и волос. Нет, здесь печаль взрослого, хорошо пожившего человека, очень талантливого композитора, прекрасного продюсера, и печали собраны на том, что происходит вокруг нас, что происходит сейчас, что происходило, начиная, ну, по факту с 2020 года, наверное, когда началась вот эта смурь, которую многие называют пандемией, которую многие называют эпидемией, я называю это смурью страшной, на мой взгляд, это эксперимент удачный очень, кем-то поставленный, объектом этого эксперимента было все человечество, подробнее об этом эксперименте я расскажу, когда буду говорить о другой пластинке замечательного музыканта Вена Моррисона, об его альбоме тоже 2022 года, там гораздо подробнее это все рассмотрено. Но помимо вот этого чудовищного эксперимента, что происходит? Происходит работа ученых непонятно над чем, никто из нас не знает, над чем они сейчас работают, и какие новые ужасы нас ждут в результате работы этих самых ученых. Обо всем этом и повествует пластинка вот эта «Forever and Ever No More» Брайана Ина. Она песенная, она не то чтобы привычная для многих уже «Ambient», хотя «Ambient» Брайана Ина я очень люблю, он очень теплый, очень человеческий, человечный, гуманистический, не побоюсь этого слова, очень музыкальный, интересный и творческий, я бы сказал. Здесь песни, всего их 10 и то ли 8, то ли 9 с вокалом Брайана Ина, а также с вокалом разных девушек, не буду называть, я плохо вижу в полумраке, поэтому неважно, девушки и женщины поют к Йоко, и на томе поют, например, в последнем номере «Making Gardens» Out of Silence. Очень интересная штука, завершает альбом, такой вроде бы инструментал, вроде бы ambient, безумно красивый, глубокий, такой волнообразный, как всегда у Брайана Ина. И вот этот вокал японки там начинает палить, очень красиво. Первая вещь «Who gives it all» как раз посвящена ученым, которые разрабатывают непонятно что, углубляются в какие-то дебри, в которые углубляться уже нельзя. И Брайан Ина очень здорово здесь поет на фоне звучания аналоговых синтезаторов, но не то чтобы вот они прут вперед, эти аналоговые синтезаторы, такие как многие скандинавские группы сейчас играют, записываются на аналоговые аппаратуры, на магнитофоны, на ленту, и используют только аутентичные вот эти аналоговые синтезаторы 70-80-х годов. Нет, здесь звук очень современный, очень тонкий, такие пэды, вот эти саундскейпы, что называются, звуковые пейзажи, которые все, из них, из этих слоев, этих самых саундскейпов складываются мелодии конкретные совершенно, то есть это не просто какие-то, а все вот эти звуки укладываются в мелодическую линию, все вот так вот плывет, переливается, и очень здорово. И Брайан Ино чудесным баритоном здесь поет очень точно, очень чисто, с вокальными гармониями, то ли естественными, то ли с имитированными, все-таки с помощью специальных приборов, но, тем не менее, все это невероятно красиво и здорово. We Let It In, следующий номер с женским вокалом, который повторяет слово sun, sun, солнце, 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 и Брайан опять поет чудесную мелодию. И Корус Блерио, еще одно вокальное полотно Брайана Ино, и все та же печаль, вселенская, даже не печаль, а грусть, вселенская грусть и взгляд мудрого человека, который не видит, в общем, ничего впереди, не то чтобы хорошего, он не видит пути вообще, вообще не видит, но и не видит истины. Он видит какой-то порог, за которым начинается пустота. Но поет он не о пустоте, поет он о жизни, поет он очень красиво. Перед смертью и перед лицом смерти так люди не поют. Он все-таки живет и призывает нас жить. Garden of Stars, предпоследняя вещь на первой стороне. Вот она первая мрачная здесь. Она мрачная, удивительно мрачная. Я был удивлен, действительно, потому что музыка Брайана Ино, она очень теплая всегда была, начиная со времен Rocksy Music, откуда его выгнали за красоту. Он был самым красивым рок-музыкантом того времени. И Брайан Ферри, конечно, стерпеть этого не мог, за красоту был уволен. Замечательный продюсер и композитор Брайана Ино. Так вот, музыка его всегда была теплой. А здесь Garden of Stars, это просто какой-то кошмар начинается. Inclusion, инструментальный номер, что часто бывает у Брайана Ино. Завершается сторона пластинки инструментальной композицией. Вот тут стоит у меня Enada Greenwald, одна из любимых моих пластинок Брайана Ино. Вот Enada Greenwald, которая завершает сторону пластинки. Это тоже очень красивый инструментал, очень хороший. Почему я достал эту пластинку Enada Greenwald? Она по композиции, она похожа на вот эту штуку. Если кому-то нравится Enada Greenwald, А я не знаю людей, которым эта пластинка не нравится. Это 1975 год. Одна из первых записей Брайана Ино. По-моему, если говорить о сольных его работах, по-моему, это третья. Не люблю слово «работа», как вырвалось нечаянно. По-моему, это третий сольный альбом Брайана Ино. Если опять-таки не считать No Pussy Fouting с Робертом Фриппом, тогда получится четвертая. И вот эта путаница, она меня всегда раздражала. Третий альбом, четвертый альбом, в общем, потом всплывет через пару лет набор каких-нибудь записей, которые были сделаны еще до Enada Greenwald и до первого по дискографии его альбома, и даже, может быть, до No Pussy Fouting. Так что это не важно. Ну, об этой пластинке отдельно стоит говорить, так же, как и о всех ранних сольниках Брайана Ино, потому что это калаш, калаш из кусочков красоты, собранной. Просто не то чтобы калейдоскоп, но такой не калаш, даже, а витраж, сквозь который светит солнце, и ты наслаждаешься игрой этих вот кусочков разноцветного стекла. There were bells. Первая вещь на второй стороне. еще более мощно спета Брайаном, еще более печально, и это какой-то светлый-светлый реквием. Если реквием – это такая музыка черного цвета, то вот это произведение Брайана Ино, There were bells, это реквием белого цвета, а то и золотого даже. сияющий реквием. Очень красивый. Шерри, I'm hardly me. Две следующих песни. Еще более печальные. Вот эта печальная. Следующая, Шерри. Печальнее, чем первая. И с хадлями еще более печальная. А there is small noises, опять-таки, где ему помогает женский вокал, и еще более печальная. Но слушать интересно не депрессивно, сразу могу сказать. В депрессию можно впасть от heavy metal групп и так называемых progressive metal групп скандинавских современных. Вот там уже, там уже, да. The Pain of Salvation какой-нибудь. Вот там уже все, ложись и помирай. Хотя мне нравится, кстати говоря, Pain of Salvation. Здесь же просто свет, свет, который льется из этого альбома на тебя. И я считаю, это одна из самых сильных пластинок, наверное, из всех тех, которые вышли в 2022 году. Обязательно, в любом виде, приобретите этот альбом. Лучше всего, конечно, на виниле. Я фанат этого дела. Всех убеждаю в том, что винил звучит лучше и доносит музыку правильнее, чем любой другой носитель. Но если это невозможно, то можно и в интернете послушать, в наушниках, в хороших, или через хорошую акустику. Обязательно через хорошую, потому что звуку столько уделяется внимания здесь. Брайануна работает со звуком, как никто, наверное. Ну, никто, никто, столько внимания работе в студии и работы со студией, никто не уделяет это точно. Это фантастический человек, и о нем я еще много-много чего расскажу. Я, собственно говоря, ничего про него практически и не рассказал. Поэтому отдельно про Брайана и Инна мы будем беседовать. А я пошел просто пить. и все, пока. Продолжение следует...